Наталья Фатеева – советская и российская актриса театра и кино, народная и заслуженная артистка РСФСР. Самыми популярными работами Натальи являются роли в фильмах «Три плюс два», «Дети Дон Кихота», «Место встречи изменить нельзя», «Человек с бульвара Капуцинов». Наталья Фатеева родилась в Харькове 23 декабря 1934 года. Ее отец был военнослужащим, а мать – заведующей модного ателье. По словам Натальи, ее мама была очень хозяйственной, а отец отличался творческими способностями. Играл на фортепиано, хорошо пел. В детстве Наталья тоже попробовала свои силы в музыке, но довольно скоро переключилась на легкую атлетику. Чуть позже увлеклась Фатеевой и театром, хотя в школьный драмкружок ее не взяли. Родители тоже не приветствовали занятия дочери лицедейством и убеждали, что не стоит отвлекаться от учебы, с которой у Натальи, впрочем, проблем не было. После окончания школы в 1952 году Фатеева, как и собиралась, подала документы в театральный институт Харькова. Через некоторое время сотрудники местной любительской киностудии заметили симпатичную студентку с хорошо поставленной речью и пригласили ее на должность диктора. Но вскоре после этого ее отчислили из института. Наталья, тем не менее, не отчаялась и поехала покорять Москву. Без особого труда она поступила в знаменитый ВГИК. Впервые на экранах Фатеева появилась в 1956 году. В мелодраме есть такой парень. А вскоре уже сыграла у Владимира Басова в фильме «Случай на шахте-8». И у режиссера Николая Досталя в фильме «Дело пестрых». Сразу после окончания ВГИКа Фатеева год проработала в театре-студии киноактера, а затем перешла в театр имени Ермоловой, где ей досталось сразу несколько главных ролей. Первую главную роль в кино молодая актриса получила в 1961 году режиссер Владимир Басов. Также Наталья стала ведущей первых игр КВН Александр Масляков навсегда заменил ее на этом посту только в 1964 году. Два года спустя Наталья Фатеева сыграла роль, благодаря которой она проснулась знаменитой на весь Советский Союз. В легкой летней комедии Генриха Аганесяна «3 плюс 2» актриса предстала в образе дрессировщицы Зои, которая вместе с подругой отправилась на дикий отдых на Черное море. Остальные роли в фильме исполнили подруга и соперница актрисы Наталья Кустинская, а также Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов. В 1965 году Фатеева снялась у Евгения Карелова в ироничной комедии «Дети Дон Кихота» с Анатолием Попановым и Владимиром Кореневым. В 1971 году на экраны вышел фильм «Джентльмены удачи» комедия Александра Серова о проделках преступной банды под предводительством добродушного заведующего детским садом. В этом невероятно популярном фильме Наталья сыграла дочь профессора-археолога Мальцева. В 1976 году Наталья предстала в образе завуча школы в молодежной комедии Владимира Меньшова «Розыгрыш», в котором дебютировал Дмитрий Харатьян. Спустя три года актриса появилась в знаменитом пятисерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», в котором сыграла одну из свидетельниц по делу Ларисы Груздевой. В середине 1980 года Наталья Фатеева стала народной артисткой РСФСР. Самыми популярными ролями Натальи в следующее десятилетие стали роли в фильмах «Расследование» режиссер Михаил Рык, «С вечера до полудня» режиссер Константин Худяков, «Из жизни начальника уголовного розыска» режиссер Степан Пучинян. Также актриса предстала в образе балерины Матильды Кшасинской в мини-сериале «Эмилия Латяну» Анна Павлова и сыграла в популярной комедии-вестерне Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» с Олегом Табаковым и Андреем Мироновым в главных ролях. После распада СССР Наталья продолжила активно сниматься и получать главные роли, как в комедии Владимира Граматикова «Осенние соблазны» в 1993 году. Также актриса участвовала в антрепризе «Арт-центра» с Игорем Ясуловичем и Валентиной Малявиной. Весьма успешным проектом в начале 2000-х для Фатеевой стала популярная серия фильмов «Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век 18-й», в котором она сыграла Дарью Меньшикову, супругу ближайшего сподвижника Петра I, Александра Даниловича Меньшикова в исполнении Сергея Шакурова. После этого Наталья снималась гораздо реже. В 2004 году актриса появилась в детективе «Кавалеры морской звезды». В 2007 году сыграла мать основоположника практической космонавтики в драме «Королев». А в 2009 году снялась в триллере «Чизкейк» и одной из 18 историй киноальмонаха «Москва. Я люблю тебя». Последней на данный момент работы в кино для Натальи стала небольшая роль учетчицы в мини-сериале «Валерия Харченко. Летящие по ветру листья» в 2013 году, действие которого разворачивается в 1944 году. Фильм получил множество престижных призов на кинофестивалях в Болгарии и Украине, а Фатеева стала лауреатом премии «Ника». Личная жизнь. В 19 лет студентка Фатеева впервые вышла замуж за украинского актера Леонида Тарабаринова. Брак продлился около года, после чего Наталья перебралась в Москву. В 1958 году девушка сочеталась отзывами брака с знаменитым актером и режиссером Владимиром Басовым, которого увела у актрисы Розы Макагоновой. В их семье родился сын Владимир, который позднее тоже выбрал творческую профессию. Однако вскоре и этот брак Фатеевой распался. Владимир был очень ревнивым человеком и не мог вынести мысли, что красота и обаяние Натальи принадлежат не ему одному. Наталья ушла от супруга к летчику-космонавту Борису Егорову, от которого родила дочь Наталью. И хотя новый избранник актрисы был харизматичным мужчиной, героем СССР и душой компании, браку не удалось стать счастливым. В огромной пятикомнатной квартире постоянно проводились званные вечера с коллегами Егорова, выматывавшие Наталью. В 1970 году после пяти лет брака супруги развелись, из семьи летчика увела актриса Наталья Кустинская, вместе с которой Фатеева играла в 3 плюс 2. Позже он утверждал, что дочь Натальи не его, а какого-то румынского певца, с которым Фатеева вместе снималась. После развода с Борисом Наталья выходила замуж еще два раза, но оба замужества оказались несчастливыми. Сейчас со своими детьми и внуками Наталья практически не общается.